Руби, 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 Руби Руби, Руби, Руби Руби, Руби, Руби Сегодня я хочу рассказать про такую штуку, как Global Interpreter Log. Что это такое? Люди обычно узнают или внезапно, например, когда они пушат код в несколько потоков в репозитории, а потом другие разработчики с них начинают угорать. Или когда у них спрашивают на собеседовании, они начинают пожимать плечами, или просто когда случайно что-то читают. Но в любом случае понимание у большинства людей в этом туманное. Более того, об этом ничего нет в документации. И если человек даже ставит себе задачу узнать об этом побольше, то это целая проблема, потому что единственный материал в интернете, который об этом есть, это буквально несколько статей, из которых я, надеюсь, автор не обидится, даже позабирала чуть-чуть картинок. И так как существует такое явление, как ГИЛ, и оно ограничивает наше написание многопоточных предложений, то, что такое многопоточность, большинство рубистов, по крайней мере, тех, которых мне приходилось собеседовать, имеют понятие очень поверхностное. И без понимания многопоточности, понять, что такое ГИЛ, сложно. Поэтому мне хотелось бы с этого и начать. Как бонус, если кто-то не понял второй доклад про конкурентные паттерны, то сейчас может стать немного понятней. Ну, в общем, что такое многопоточность? Многопоточность – это такое свойство или ядра, или операция на системы, или еще чего-то там, выполнять код в несколько потоков. Почему это важно? Почему важно использовать все ядра? Потому что, если кто-то помнит, я думаю, что я достаточно старая, чтобы помнить такие процессоры, как Pentium 4, например. И они все были одноядерные, и увеличение их мощности делалось тупо увеличением их тактовой частоты. Тогда тактовая частота наращивалась, наращивалась, наращивалась. После четвертого пня должен был выйти пятый, но проблема была в том, что еще большее наращивание частоты, эти процессоры тупо начали перегреваться и гореть. И это был как бы не вариант наращивать дальше, они уже плавились просто. И какой был из этого сделан выход? Сделали процессоры двухядерные. Если помните, Intel Core 2 Duo, и вот из этого выросла современная линейка процессоров, там i3, i5, i7. И все эти системы, естественно, у них много ядер. Если вы покупаете на DigitalOcean, то, естественно, вы выбираете, сколько вы хотите ядер. Если вы покупаете MacBook, то там будет тоже много ядер. И нам нужны эти ядера в какой-то мере эффективно использовать. Что такое поток? Чем отличается поток, собственно, от процесса? Ну, грубо говоря, у нас есть процесс, в процессе у нас есть потоки. То есть поток — это как бы наименьшая единица, в которую мы можем запустить, выполнять код. И несколько потоков мы можем запустить в одном процессе, и потоки, естественно, совместно используют ресурсы этого процесса. Я думаю, что вот что такое предложение с несколькими процессорами нам рассказывать не надо. Это или Google Chrome, или если… Я думаю, что все здесь работали с сайдкиком, и все любят спамнить по 100 миллионов его процессов. Чем отличается, собственно, поток от процесса? Первое — это процесс, он независимый, он сам по себе. А поток он сам по себе быть не может. Поток должен быть частью чего-то, процесса, приложения, неважно. Первое. Второе — процесс, он несет всю информацию о приложении. Если вы запустили процесс рельс, он несет процесс всех этих рельс. Если вы в рельсах нарисовали наплодить поток, то в потоке есть только та информация, которую вы передаете в поток. И третье — это у процесса какое-то адресное пространство, они могут взаимодействовать между собой с помощью каких-то специальных механизмов связи между процессами. Например, я не знаю, у вас там RabbitMQ, неважно. И мы подошли к такому месту, как потоковая безопасность. Что такое потоковая безопасность? Это такая интересная вещь. Код потоковая безопасность, если вы запустите его в нескольких потоках, и он будет функционировать корректно, без каких-либо спецэффектов. Код может быть условно потоковая безопасность, если нет состояния гонки, что это такое, мы сейчас разберемся. Ну и код не потоковая безопасность, если ничего не гарантируется, никакой безопасности не гарантируется. Рассмотрим вот такой код. Как вы думаете, что должен этот код вообще вывести? Нет вариантов. Ну я думаю, что на первый взгляд человек может подумать, что этот код, мы получается тысячу раз в пять потоков напихиваем в массив какое-то значение. И по логике вещей мы должны получить 50 тысяч, правильно? Но не все так просто. Еще лучше. Вот у нас даже вот. Ерор. Что такое, собственно, вот только что мы столкнулись с такой штукой, которая называется состояние гонки. Что вот происходит, да? Мы запускаем несколько потоков. Причем самое важное, мы сейчас использовали, мы использовали J-Ruby, если вы обратите внимание. В нем нет Global Interpreter Lock, а это как бы потоки и потоки. То есть мы использовали просто потоки. Если бы мы использовали вот… Там где Мацумото прицепил нам гил, вот что мы получаем. Мы получаем честные 50 тысяч. Что произошло, когда мы запустили код на J-Ruby? Вот у нас есть, грубо говоря, там, допустим, два потока. У нас пошло выполнение. Пошло, 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 пошло. Потом, бац, у нас произошло переключение контекста. Как это произойдет, мы рассмотрим чуть позже. Мы переключились на другой поток. Вот пошло выполнение. Мы получаем размер массива. Он ноль. Есть ли место для того, чтобы больше? Ну, есть, конечно. Мы добавляем элемент в массив, увеличиваем массив на один, увеличиваем такое свойство, как length. Я думаю, не нужно объяснять, что length – это свойство массива, они считают каждый раз. Теперь у нас переключился контекст, потому что по какой-то там фазе луны за один такт получился вот этот код, а за второй переключение вот этот код. Мы возвращаемся сюда. В этом потоке мы проверили длину. Мы считаем, что длина ноль. Этот код считает, что длина ноль. Он увеличивает единицу на один. И так как мы знаем, что длина ноль, мы бампаем длину к единице. Естественно, у нас в конце получается, что в массиве не две элемента, а длина массива один. То есть код тому же выполнился 50 тысяч раз, но длина увеличивалась меньше. Из-за этого мы каждый раз получали неправильный результат, потому что, опять же, все это зависит от фазы луны. Это называется состояние гонки. Это на самом деле штука, которую очень сложно дебажить, потому что из-за того, что мы не можем как бы релайабли воспроизвести эти вещи, мы не можем заставить там один тренд работать, грубо говоря, быстрее, чем другой. Это очень тяжело дебажить, это совсем очень тяжело работать. И в истории было очень много случаев, когда из-за этого были классные критичные баги. Самая известная – это история с медицинским лазером. Возможно, кто-то слышал. Есть такая штука для лучевой терапии, лечили там рак у людей, и у него было несколько режимов. Первый режим – там 5 мегаэлектронвольт обручали больное место. Второй режим – 25 мегаэлектронвольт обручали вольфрамовую пластину, потом прикладывали к человеку. И вот в состоянии гонки эта штука, если ее включить на 5 мегаэлектронвольт, разгонялась до 25 мегаэлектронвольт, и обручала человека. Ну понятно, что человек от лучевой заболезни заканчивался очень быстро. Ну вот еще один пример. Вот, допустим, та же самая картинка, только если ее расписать, еще более понятно. Вот мы прочитали, у нас 0, увеличиваем значение, вот у нас 0, и записываем единицу. Это вот то, что произошло в EMI. И тут второй поток отработал, GIL, все дела, вот, все у нас ровненько. А вот что происходит в Zeruby. Мы прочитали значение 0, этот поток увеличивает значение, и каждый записывает, каждый из потоков считает, что здесь 1. Вот, и вот записывает, у нас получается неправильный результат. Вот. Для того, чтобы использовать многопоточный код в каком-либо его виде, нам нужно обеспечить эту самую безопасность потока, хотя бы в какой-то мере, но лучше вот нормально. Во-первых, нужно писать такой код, не нужно писать, как мы написали там, это очевидная ошибка, это будет приводить вот к таким вот гонкам и добавить это будет очень долго и очень больно. Первое. Второе, это синхронизация между потоками. Есть там много способов. Сейчас мы посмотрим на два самых простых, это Mutex или атомарная операция. Что такое Mutex? Mutex это такая штука, которая является собой объект, у которого есть два состояния, открытый и закрыт, то есть как семафор на дороге. Вот идет поток, он встречает у себя Mutex, поток берет Mutex на себя, а Mutex закрывается. Второй поток, если он пытается долбиться в Mutex, нет, все, закрыто. Второй поток ждет, пока Mutex освободится. Если Mutex освободился, мы цепляемся и забирает этот поток, уже забирает Mutex, мы идем дальше. Грубо говоря, так же будет и от ГИЛ. Если эта вещь сложная для понимания, у меня есть очень простая аналогия. Как только человек занимает туалет, то тот, кто стоит снаружи, он должен подождать, пока туалет освободится. Ну вот точно, человек выходит, следующий человек заходит, выполнение продолжается. Я люблю объяснять понятными аналогиями, у меня спроса. Я преподаю на курсах, нужно быть готовым ко всему. Что такое атомарная операция? Атомарная операция – это операция, которая выполняется настолько быстро, моментально, что переключение контекста не может эту операцию прервать. и эта операция открыта только для одного потока. То есть дописывание в массив, вот эта атомарная операция, мы дальше посмотрим, почему это не всегда нас спасет. Собственно, если очень в грубом приближении, ГИЛ работает именно так. Мы цепляем mutex, мы встречаем этот mutex, поток хватает этот mutex, выполняется код, и сейчас мы посмотрим, что произойдет. Я переключу для честности обратно на JRuby. Вот теперь все честно. Естественно, на MRite этот код тоже будет работать, и вот видите, даже не падает вот такой вот конкуренции error. Теперь мы можем действительно рассмотреть, у нас уже все базовые знания, для того, чтобы понять, что действительно такое ГИЛ, потому что, как я уже говорила, документации по этому делу как бы особо-то и нет. Это механизм, который используется в некоторых языках, я обращаю внимание, в некоторых, на ноде этого нет, на PHP этого нет, например, для синхронизации потоков. И это что вот это означает? Значит, что в определенный момент времени только один поток может выполняться, и в один момент времени может заниматься, случается как раз одно ядро, потому что мы же не можем один поток вот так вот. И я думаю, что примеры этого мы видели особенно, но я думаю, что у каждого в команде был чувак, который покупал ноду побольше, а потом удивлялся, почему я купил 10 ядер процессора, а мое приложение быстрее работать не стало. Документация, отсутствующая вот эта документация из вики наших скользких друзей, если нажать на эту ссылку, она ведет внезапно на 404. Ну, вот. То есть еще раз, как бы для тех, для кого мы, возможно, слабо себе представляем, вот если у нас 16 потоков, на 16 ядерной машине, у нас будет работать только один поток и только одно ядро. Все остальные ядра будут idle. Из-за этого мы вынуждены плодить, вот когда мы разрабатываем на Ruby, для обхода этого мы вынуждены плодить не потоки, а процессы. То есть мы рожаем 20 сайт-киков, рожаем кучу воркеров и вот оно работает. Вот. Теперь рассмотрим примеры наших скользких друзей. Этот код делает приблизительно то же самое. Сейчас попробуем запустить. И вот, если запустить то же самое. То есть этот код, можете мне поверить на слово, он запускает вот то же самое, но не через потоки. И сейчас мы посмотрим, насколько исполнение кодов в несколько потоков ускоряет наш код. Ну, как видите, разница 5 секунд и 14 секунд. Теперь давайте посмотрим на код. Вот здесь имеет место у нас аж один поток. То есть там имеет место 4 потока, здесь у нас имеет место 1 поток. И по какой-то странной причине код, в котором потоков 4, выполняется больше, чем в 2 раза дольше, чем код, в котором потоков 1. Как так может быть? Есть такое понимание изменения контекста. Помните, вот раньше на картиночке было. Изменение контекста — это процесс, при котором задача останавливается, перещелкивается как бы контекст, состояние сохраняется, мы переходим к исполнению другой задачи, потом состояние возвращается, порождает нам ошибки, состояние гонки и всякое такое. Но самая большая проблема, это то, что данная операция отнимает процессорное время. То есть тот же код, запущен в 1 и в 4 потока, выполнялся в потоках намного дольше. Как бы парадоксально это не звучало. Как работает джелл в питоне? В питоне переключение происходит по IO-операциям, то есть input-output-операциям. И из-за этого это еще более непредсказуемо, чем в Ruby. Как работает в Ruby, сейчас посмотрим. Ну и естественно, у нас таких правил нет, у них есть тупитанистов, у наших скользких друзяшек. Не говори про гилл, нет, не говори про гилл и никогда не упоминай про гилл, потому что их от этого точно так же, как и нас, может очень сильно бомбить. Точно так же происходит в Ruby. Если мы запускаем MRI, если мы запускаем GRUB, и если мы запускаем Rubinius, у нас каждый раз получается разное выполнение по времени, у нас каждый раз получается разный неправильный результат. Ну что характерно, Rubinius, конечно, работает быстрее, чем в GRUB. То есть гилл – это свойство интерпретатора, это не свойство языка. То есть гилл касается только MRI, а гилл касается только CP-тона. То есть джитона, джейруби, Рубиниуса, всего прочего, это абсолютно не касается. Там гилл нет. Если вам гилл мешает, пожалуйста, джейруби, Рубиниус. Теперь самое любопытное. Сейчас нам нужно… Посмотрим сейчас, как в Ruby реализованы потоки. Вот что происходит, когда мы рождаем init thread core, вот мы рождаем поток, и, как видим, сразу же у нас сцепляется гилл. Это, естественно, код классического интерпретатора. Сопровождается он вот такими странными комментариями на очень странном английском языке. Писали японцы. И, собственно, переключение вот этих вот, переключение гилл происходит в Ruby с помощью так называемого таймер треда. Что происходит? Таймер тред запускается, когда стартует интерпретатор. То есть, когда вы пишете команду Ruby, запускается основной поток, в котором выполняется код, и запускается вот этот вот скрытый таймер тред. Каждые 100 миллисекунд переключает таймер тред, у нас переключает контекст. То есть, таймер тред переключает, если много потоков, он их просто перещёлкивает, получается. Можно убедиться, если посмотреть… Вот у меня тут должно быть открыто. Вот этот код, если перемотать на самый верх, вот этот пи-тред, он создаёт как бы обычный рубичный тред, но с каждым вот тредом он создаёт… То есть, обычный рубичный процесс, с каждым рубичным процессом и тредом он создаёт этот самый таймер тред. И если посмотреть на получение гилл, когда поток получает гилл, то он перещёлкивает этот таймер тред на себя. Какие от этого недостатки? Ну, то есть, понятно, что использование такого механизма, оно делает многопоточную разработку на рубе особо бессмысленно. Из-за этого люди даже узнают, что на рубе можно писать в несколько потоков. Уже там я видела случаи, когда человек три года пишет на рубе, не знает, что в рубе есть потоки. Второе. Эта проблема возникает, если вот у людей есть какой-то проект, и тут приходят заказчики, говорят, сделайте, чтобы можно было пользователей добавлять в друзья. Ну, вы такие, ну да, говно вопрос, сейчас Neo4j подключим. А вы потом узнаёте, что Neo4j запускается на GRuby. Вы пытаетесь запустить на GRuby ваш код, и он начинает жить своей жизнью. Поэтому получается, если вы используете MRI, если вы пишете, естественно, вы не паритесь за потоком безопасности, то вы получаете вендор лог, и потом начинаются микросервисы, ещё там что-то. Ну, как ни странно, вот у этой вещи, которую все ненавидят и которая всех бомбит, есть и плюсы. Во-первых, мы вообще не паримся о многопоточности, нас это абсолютно не заботит, мы себе колбасим код там в продакшн, как в ореле, в картиночке. И мы не паримся, там не про структуры данных, мы не ловим эти баги, мы просто пишем в один поток, и всё. Всё остальное, мы плодим кучу процессов, в каждом процессе пишут в один поток, покупаем ноду вот такую большую, и всё, все счастливы. И Ruby, в общем-то, славится, рельсы, в общем-то, славятся тем, что они позволяют быстрое прототипирование, в том числе благодаря вот этому. Второе, это экстеншены всякие разные носи, они не являются априори потокобезопасными. И если вот нам нужно с потокобезопасностью париться, то мы некоторые из них использовать не можем. И, естественно, так как мы этот код, вот мы видели на питоне, код с потоками выполняется медленнее. Ну, в Ruby то же самое. И так как нам не нужно выполнять эту логику, процессорное время на неё не тратится, и наш код внезапно работает даже быстрее. И благодаря Global Interpreter Log все Ruby методы, которые написаны на C, то есть не экстеншены, а просто вот как бы Ruby, саму Ruby, они все потокобезопасны. Но тут как бы есть тоже нюансы, которые мы сейчас рассмотрим. Идёт речь о методах, которые написаны на C, правильно, то есть там о томарных операциях. Ну вот сейчас мы рассмотрим немножко другое. Вот у нас есть котик, мы инициализируем его, что он голодный, и мы вот пытаемся его покормить. Пытаемся мы его покормить в пять потоков, опять же. По-хорошему, что должно произойти? Один поток должен накормить кота, там все остальные потоки должны какой-то уже накормить. Всё. Ну сейчас мы посмотрим, так ли это. Обратите внимание, я использую MRI. Внезапно. Мы опять получаем разные результаты, то есть если 50 тысячами с добавлением элементов в массив, да, гилл нам помог, гилл сработал, и он защищает нас от состояния гонки, то в случае вот такого кода он нас от состояния гонки не защищает, потому что изменение с свойства вот этого вот объекта, оно не является атомарной операцией. Что нам нужно делать в таком случае, если у вас почему-то есть вот какая-то такая потребность? Во-первых, помним, что гилл, это, конечно, классно, но полностью там поток безопасный, он наш код не делает, и всё-таки вкручать голову стоит, и вообще-то слово тред, если честно, лучше не писать, если вы толком не знаете, что вы делаете. Есть такая штука, как очередь. Очередь в Ruby это есть нативно, очередь что она делает? Очередь это штука, которая синхронизирует коммуникацию между потоками. Ой, сейчас тут мелкая, сейчас, вот здесь немного мелковато, вот, очередь тут, вот, если посмотреть сюда, вот мы пять раз, получается, зарождаем этот поток, мы делаем, вот тут слип, как бы, ну, кормим котика, слип, не важно, да, вот, мы запихиваем вот в очередь, да, у нас прошел, прошла очередь, и дальше вот это продюсер тред, есть у нас консюмер тред, консюмер тред, он уже обрабатывает, получается, да, он уже не выполняет саму операцию, он обрабатывает саму очередь, то есть он каждый раз берет из очереди вот поп и проходит, проходит, проходит. Сейчас мы можем посмотреть, как это работает. вот, я сейчас покажу просто, вот, я это все переписала на кормление котика, вот, к сожалению, подсветки синтаксиса здесь нет, вот, у нас есть очередь, вот, у нас есть тот же код, у нас есть очередь, мы кормим котам, вот, и когда мы проходим, когда мы проходим по этому, вот, по этим нашим потокам, то мы не просто делаем пять раз, мы каждый раз просто берем объект из очереди и так как он в очереди, то исполнение этого года синхронизировано и все вот каждый раз будет, вот, ошибки не будет. Ну и особенности многозадачности. Первое, это так как у нас нет возможности использовать много потоков, а если мы их используем, мы только замедляем наш код, то нам нужно порождать, я наверное уже пятый раз об этом говорю, мы порождаем процессы. У нас для этого есть множество способов, мы можем порождать отдельные процессы, мы можем вынести там кусок на отдельный сервер, у нас есть куча вариантов, но так как мы с нуля начинаем, если бы мы приходили из Java и привыкли писать на потоках, а потом переключаться на Ruby, то было бы больно, но так как люди приходят с нуля на Ruby и начинают писать как бы в Railsway, то обычно проблем с этим никаких нет. Второе, это то, что приложение, если оно запущено в виде одного процессора, то нам нету никакого вообще смысла идти там на наш хостинг, покупать еще там 100 штук ядер, никакого там заметного прироста производительности нам это абсолютно не даст, поэтому нам нужно искать другие способы для того, чтобы утилизировать эти ядра. И естественно, нам требуется соответствующая там архитектура для скалирования приложения, те же там упоминаемые раньше микросервисы. Вот. Ну собственно, например, я думаю, что как бы аналогичную картинку у себя на природе видел любой человек. Это 100 миллионов заспавненных процессов сайдкика, которые, собственно, порождаются отдельный процесс. В отдельный процесс выносится так называемый воркер. Воркер выполняется, отдает результат и это помогает нам выполнять, грубо говоря, вне рельс, всякие разные задачи. Более того, большинство каких-то тяжелых задач, они так и делаются, выносятся в сервисный объект и выносятся сервисный объект в воркер. Раньше была такая штука Rescue, сейчас уже, наверное, почти никто не пользуется. И есть у наших друзей на Python, у них есть RQ. То есть, если Sidekick называется как-то умно, но по сути это и есть Radius-очередь, в которую просто напихиваются эти задачи, и оно из Radius их берет само, то Python долго не думали, и у них так и называется это как Radius-Q. Всем спасибо за внимание. Вот вам кота. Можете добавляться в LinkedIn, если хотите. Опять же, как из вашего примера было сказано, столкнулся с Гил, просто читая Ruby в интернетах. Было две истории по средами. Первая, когда писали, что вообще не используйте треды в Ruby, и это была история с thread timeout. и вторая история с когда ввели в 2.2 файбера. Насколько, ну, насколько я понимаю, первая история уже сама себя исчерпала, вот, а с файберами, насколько, ну, полезно их использовать в продакшене? Я не видела ни одного проекта в продакшене, где это бы использовалось, если честно. Может, кто-то использует, но из моих знакомых никто. Молодцы. О! Ну, вот можно спросить человека про опыт, потому что мы просто посмотрели, пожали плетями и продолжили писать так в их бисе. Ну, кстати, на самом-то деле, может, с этой будет толк, потому что Мац, он планирует от Гил отказаться, то есть там в течение каких-то пару лет он говорит, что там что-то они новое придумают, а вот Гвида говорит, не, а вот вам пишите. Ясно. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо.